Это крайний выпуск механизма действия перед нашими телевизионными каникулами. Думаю, в отпуске еще сниму несколько материалов о путешествиях. Есть что посмотреть не только за рубежом, но и в нашей стране. Добралась до двух точек, которые давно мечтала посетить. Цаульского парка и села Верхние Кугурешты. Каково же было мое удивление, когда выяснил, что между ними есть прямая связь. Будет возможность обязательно посетить и места, достойные и восхищения, и изучения, и повышенного внимания. Раз уж я отправилась на север, то просто было бы грешно где-то между Елизаветовкой и Малиновским не заехать в село Цауль. Потрясающее место, по крайней мере, то, что можно себе представить, как его можно себе представить, судя по картинкам. Искренне говоря, тем, кто занимается туризмом, вообще для начала дороги безделать, ну это во-первых. А во-вторых, почистить бы хоть как-то подъезды. Здесь мы уже проезжаем, это просто чаще ли зная, а до этого меня встречали завалы, просто мусор по обеим сторонам дороги. Да, не очень приятное зрелище. Уже жалею о том, что отклонилась от основного маршрута, потому что дорога отвратительная. Щепень, грязь по сторонам, деревья поваленные и какой-то беспросвет впереди. Дорогу к Цаульскому парку указывает вывеска «Усадьба Помера». Одесский банкир Андрей Яковлевич присмотрел эти места для строительства загородного дома. Видимо, подсказала жена, урожденная Александра Богдан из Верхних Кугурешт, что не так далеко. В родном имении они с сестрой Евгенией построят церковь Святой Троицы, проект которой принадлежит ни много ни мало архитектору Алексею Щусеву. Туда я тоже, разумеется, съездила. В сети можно найти фотографии храма снаружи, но раз стоит задача увидеть его убранство, значит, нужно ее выполнять. В ожидании старосты обошла округу, посмотреть есть на что. В паре десятков метров родовое имение семейства Богдан. Стилистика та же, что и в Цауле. Вот, судя по всему, подвал примерно тех же времен, что и сама усадьба. То есть, это конец 19 века, начало 20. Но даже мое журналистское любопытство имеет границы. Я туда не пойду одна. Пока. А может быть, когда-нибудь вернусь, я еще посмотрю. Неподалеку еще несколько мощных отпечатков присутствия семейства Богдан. Местные жители называют их мельницей, вполне себе обжитое здание и училище. Заброшенное строение с фамильным вензелем на углу. В 1912 году семью постигло несчастье. Один за другим умерли брат Василий, проживавший в Кугурештах, и муж Александры, тот самый, помер. В память о них и появился храм. К тому моменту имя Щусева уже было широко известно. Одновременно он проектировал церковь в итальянском городе Бори. Ценитель традиции в Кугурешском проекте Алексей Викторович обратился к молдавскому зодчеству. Храм начала 20 века является вариацией на тему церквей 14-16 веков, периода расцвета Молдовы. Работа шла тяжело. Традиционно для освещения места используют икону. Походу было решено привезти другую, Святой Троицы. Она до сих пор хранится за алтарем. Ее мало кто видел. Мне ее показал староста. Так вот, после того, как привезли эту икону, работа начала спориться. Над входом с внутренней стороны в храм образы Екатерины и Александры, урожденных Богдан. С момента строительства мало что изменилось. В те же лики, тот же алтарь, планировалось, что росписи будут и с внешней стороны церкви. Такие можно встретить в румынской части Молдовы. Шли долгие переговоры с Натальей Гончаровой, художницей. Уже обсуждались эскизы. Но сначала Первая мировая война, а потом революция, внесли свои коррективы. Окончили церковь в усеченном, но все же прекрасном варианте. За время строительства храма умерла сестра Евгения. Она похоронена здесь же, при храме. Ну а мы вернемся в Цауль. Собираю свои слова обратно. Искренне ради этого стоило ехать через все эти тернии, вот к этой звезде просто молдавского усадебного зодчества и архитектуры. Место, ну просто завораживающее, даже несмотря на вот ту разруху, которая здесь царит. Потрясающее, правда? Приезжайте обязательно. Проект усадьбы в Цауле разработал украинский архитектор Ипполит Васильевич Падалко-Владиславский. Это двухэтажный хозяйский дом и одноэтажные гостевые флигели. Реплики викторианского стиля с характерными для готики деталями и вплетениями традиционной молдавской архитектуры. Это некая фантасмагория, потому что ты идешь по абсолютно ухоженному центру. Центр села, в приличном состоянии. Идешь по какой-то мимо табличке о том, что здесь находится памятник архитектуры, истории, культуры. Проходишь мимо по асфальтированной дорожке. И вдруг ты заходишь и видишь вот все вот это вот в таком состоянии. И я понимаю, что смотреть есть на что, показывать есть что, но в таком виде у меня только удивление могу разводить, развести руками. В 60-х, 70-х годах прошлого века усадьба была отреставрирована. В то время здесь был санаторий. Во флигелях проживали отдыхающие, а в господском строении размещался дом культуры. На фотографиях того периода усадьба великолепна. Не менее ценным, чем здание, является парк. Всего в Цауле собрано 150 видов деревьев, кустарников и лианы, с которых более 100 форм являются экзотическими. Именно отсюда брал материал для своей коллекции Кишиневский ботанический сад. В советские времена внесли новшество. Появился золосад. Тогда здесь были волки и бурый медведь. В 2013 году местные власти вернули парк себе из ухоженного. На данный момент стриженные газоны и вольеры для птиц. Все. Вернуть бы усадьбе прежний вид, чтобы не было стыдно перед одесситом Андреем Яковлевичем Помером, который вложил в наш край не только средства, но и душу. Да и кугурештам тоже стоит помочь в восстановлении всего комплекса семьи Богдан. А то что же мы за наследники такие?